Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Карьера или семья? Этим вопросом задаются тысячи современных женщин. Мы тоже попробуем сегодня разобраться и получить ответ на этот сложный вопрос. Гости нашей программы психолог Галина Павловна Логинова и будущая мама Наталья Куницкая. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья, ну, совсем недавно, всего полгода назад, вы принимали участие в нашей передаче. И мы говорили о подготовке к беременности. Я так понимаю, беседа не прошла даром. Да, не прошла даром. На самом деле, когда сидели уже в студии, я уже действительно планировала и очень хотела. И вот сейчас вы на шестом месяце беременности. И я знаю, что вы бросили карьеру певицы и решили полностью себя посвятить воспитанию ребенка. Вот как вы решились на этот шаг? Ну, на самом деле, когда встала перед выбором, потому что была проблема со здоровьем на первом сроке как раз беременности. И стал вопрос, что нельзя было мне ни репетировать, ни танцевать, ни ездить, никаких нагрузок. И, как бы, мне нужен был покой постоянный. И когда такой вопрос встал, я, конечно, решила, что мне дороже и гораздо важнее, чем... Ну, хотя много лет карьеры было, наверное, жалко, но я поняла, что это для меня сейчас важнее. Вот, и я все-таки решила оставить карьеру. Наверное, для меня все эти нагрузки уже чересчур я не хочу. Я хочу спокойно выносить своего чада, вырастить, и потом уже, потом, может быть, уже заняться своей сольной карьерой. Галина Павловна, ну вот Наталья приняла для себя решение. А вообще, вот какие психологические терзания, какие сложности встают перед женщиной, которая только решает? Ну, действительно, проблем очень много, потому что социальный пласт существования, он ведь требует такой, знаете, вот активной позиции социальной. И молодые женщины очень часто стоят перед выбором карьера, достижения успеха, вот, профессионального, или материнства. И это бывает очень мучительно, очень трудно. И каждый решает эту проблему по-своему, потому что это зависит не только от самой женщины, но, наверное, это еще связано и с позицией супруга, семейного какого-то общего настроя. О чем говорит мама, о чем говорит папа, о чем говорит супруг. Вот такие семейные ожидания, они реализуются или не реализуются? Поэтому выбор действительно бывает очень мучительный, но что здесь можно посоветовать? Я думаю, что, вообще-то, основное предназначение женщины быть матерью, поэтому я за материнство. Давайте узнаем, мы провели опрос на улице, и давайте узнаем, что сейчас думают современные женщины. Конечно, однозначно ответ, семья важнее. Я считаю, что вообще семья – это самое основное для женщины, так как дети – это продолжение нашего рода, это наше будущее. А карьера необходима для того, чтобы дать своим детям возможность развиваться и развиваться самой. В семье себя человек чувствует более защищенным. Карьера для женщины все равно важнее семья. Для меня важнее семья, ну, потому что я считаю, что семья – это самая главная ценность в жизни. Для меня важна и семья, и карьера. Ну, я считаю, что в жизни каждой женщины должна быть семья, дети, а карьера для того, чтобы воспитать детей, чтобы нормально устроить жизнь. Семья. Ну, потому что это семья, в ней живешь, саботишься о ней. А карьера сегодня, она есть, завтра прекратилась. Я вообще всегда считала, что я очень семейный человек, но я, по сути, трудоголик, я вся в работе. Для меня без работы ни одного дня просто не существует. Я уже человек семейный, и ребенок для меня – это самое главное в моей жизни. Вы знаете, вообще, я считаю, что надо совмещать, наверное, эти два направления. Я думаю, что если захотите, то может получиться, и очень удачно. Галина Павловна, ну вот многие женщины все-таки за семью, за рождение ребенка. Как принять так решение, чтобы потом не наступило разочарование? Первое – это когда решается проблема в пользу ребенка, да, я остановлюсь в матерью. Разочарования таковы. Во-первых, ребенок родился не того пола, на что рассчитывала мама или вся семья. Во-вторых, ребенок не оправдал социальных ожиданий. Вот он не такой успешный, как думалось, не такой способный, как предполагалось. И это действительно может привести к тому, что женщина начинает разочаровываться и сожалеть о том, что вот она сделала выбор в пользу материнства. В данном случае я могу просто посоветовать работать с психологом, чтобы убрать вот эти вот социальные неоправданные ожидания и вернуть любовь к ребенку и принять вот таким, какой он есть. А вот второй случай, наоборот, когда все-таки женщина решила, что она будет делать профессиональную карьеру. Но это тоже очень сложная проблема, ведь вектор материнства, он достаточно короткий. Хотя у нас сейчас как бы практикуется и поздние роды. Но могу вам сказать, и как психолог, и как нейропсихолог, чем позже наступает беременность, тем вероятность какой-то дисфункции центральной нервной системы ребенка или патологизации, она увеличивается. Поэтому надо просто принимать во внимание. И здесь могут тоже наступить разочарования, потери смысла существования. И зачем же я как бы пожила, если никто не остался. Да, если никого не остался. Ну, в общем-то, тут надо четко понимать философскую точку зрения. Ради чего вообще существует женщина? Ради продолжения рода человеческого. Наверное, так. Наталья, а вам кто-нибудь помогал принять это решение? Родные, близкие? Ну, мне было тяжело, потому что в момент еще, когда я, можно так сказать, не знала, что я вот уже беременная, я уже принимала решение о том, чтобы покинуть коллектив в пользу семьи. Да. Потому что наконец-таки появился в моей жизни человек, ради которого, то есть я почувствовала, что можно уже оставить, и как бы кому можно довериться. То есть я поняла, что вот как-то вот мне там больше вот сейчас хочется реализовать себя в семье. А вот, в тот момент я уже принимала, мама говорила, не надо никуда, потерпи еще годик, получится, если не получится, то уйдешь, оставишь. А, то есть мама все-таки хотела, чтобы вы остались в коллективе? Мама хотела, чтобы я осталась, потому что она понимала, сколько лет, и вообще... Труда вложена. Да, я сколько лет этому посвятила, и действительно, я жила только этим. То есть у меня ничего больше не было, кроме вот моей карьеры. И вдруг я решила все оставить. А папа ребенка? Папа ребенка, наоборот, уходи, потому что очень много негатива, во-первых, очень много. Я все-таки чуть-чуть дорабатывала последние концерты, я ездила на... Но мне было тяжело, потому что это были ночные концерты, это были накуренные помещения. Как раз первый месяц, второй месяц, токсикоз жуткий, я не могла вот это накурено все. Плюс у меня костюм, корсет, который меня сдавливал, и все это вместе мне становилось очень плохо. И плюс еще, конечно, мой любимый человек, он сильно переживал за то, что я, как говорится, ночью еду куда-то, и негативные эмоции, плюс вокруг очень много негативных эмоций. И со стороны коллектива в том числе, потому что, понятно, я их предала, считается. Поэтому я решила, что мне не нужны эти негативные эмоции, мне не нужны эти накуренные помещения, и я лучше буду смотреть на солнышко, вставать рано утром. То есть приняли правильное для себя решение. И вот честно могу признаться, что и не жалею, потому что очень многие говорили, вот, ты через полгода уже начнешь выйти на Луну и говоришь, хочу вернуться, мне не хватает всего этого блеска, шика. Нет, я не хочу пока, и чувствую, что... Сделали правильный выбор. Сделали правильный выбор. Галина Павловна, а вот все-таки помощь близких, она нужна для женщины, которая принимает это решение? Конечно. Вообще надо понимать, что семья ведь живет по принципу системы. И системное семейное решение очень важно для вот тоже точки зрения женщины. Потому что вообще при беременности очень важна поддержка мужа. Где мать берет энергетику, говорят психологи, только от мужа. Да, тогда она будет хорошей матерью. Так что семья как система имеет очень большое значение. И вот надо не забывать об этом. Не надо, ну, как бы делать единомичный выбор, а потом представлять это. Вот я решила, и только так, и никого вас слушать не буду. Это ни к чему хорошему не приводит, вот, с психологической точки зрения. Наоборот, это подвергается обсуждению, рассуждению. Так что очень важна семья и вот эти совместные семейные обсуждения. Наталья, а вот может быть существует какая-то золотая середина? Можно как-то совмещать карьеру и семью? Я думаю, можно совмещать, но единственное, что если при этом нет никаких противопоказаний и, соответственно, угрозы какой-то. Потому что совмещать, наверное, можно. Да, но мы знаем, что многие женщины, которые работают не в шоу-бизнесе, а просто на обычной работе, они просто уходят в декретный отпуск, они работают до определенного срока беременности и берут отпуск по уходу за ребенком и потом возвращаются на работу. Поэтому в большинстве случаев это даже не вредит карьере. А законодательства и права беременной женщины, они защищены, и она может пользоваться этим. По возможности положительные эмоции, только положительные эмоции. Потому что ведь профессиональная деятельность, она довольно часто выводит нас на стрессы, на какие-то напряженности или там на профессиональные неудачи. Вот этого по возможности нужно избегать, если ты совмещаешь и беременность, и профессиональную работу. Спасибо вам большое. Ну что ж, карьера или семья? Мы все-таки приняли решение, что семья важнее. Карьерой вполне можно заняться после того, как ребенку исполнится 3 года, и он пойдет в садик. А вот о том, как помочь адаптироваться ребенку в садике, мы и поговорим сейчас во второй части нашей программы. Галина Павловна, ну вот ребенок отправился в садик. С какими проблемами сталкивается семья, когда ребенок идет в первый раз в садик? Ну, проблема такого плана. Ребенок может быть не готов к детскому саду, потому что он не до конца оторвался от матери. То есть вот есть такая психологическая связь, которая называется симбиоз. Довольно часто симбиотическая связь между ребенком и матерью бывает у тревожной матери, когда мама держит ребенка на эмоциональном привязи. Вот первая проблема. Поэтому нужно матери готовить ребенка вот к новому социальному пласту существования. Потом вторая проблема – это воспитатель. Это большое количество детей в группе. И ребенок может не воспринимать вот этот излишний шум, излишние требования, крики детей. Он просто не готов к такому обилию созвучий каких-то криков, шума. Но социальная адаптация из этого тоже может складываться. И негативы, и отрицания, и нежелание пойти в детский сад. Это еще одна важная проблема. Потом проблема – это такая, знаете, культурно-гигиеническая санитарно-беспомощность. Ребенок самостоятельно ничего не может делать. Вплоть до того, что попросить отвезти его в туалет. Или самостоятельно воспользоваться туалетом – это тоже очень важная проблема. И вот таких вот несколько проблем, они как раз и приводят к тому, что ребенок не желает идти в детский сад. Отсюда слезы, капризы. Но и самый хороший уход детской психики – это болезнь. Пошел в детский сад, начал болеть. То есть это тот случай, когда ребенок неделю походит в садик, три болеют. Неделю походит, две болеют. И весь первый год мамы говорят, что дети только болеют, практически не ходят. Но это вот и есть как раз та самая дезадаптация к детскому саду, которая у ребенка выражается вот в этом повышенной болезни. Он отторгает эти социально новые условия, он не хочет их принимать. И уходит в болезни. И уходит в болезни, да. Это обычная детская психика. Ну, мы встретились с одной мамочкой, которая пережила первый год в садике. И сейчас она поделится тем, что происходило в этот первый год с ее ребенком. Это интересно. Наталья – молодая мама. И сегодня мы узнаем, как проходила адаптация ее маленькой дочери Ариши в детском саду. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы готовили ребенка к детскому саду? Ну, к детскому саду мы готовились заранее. Сперва мы ходили, встречали соседа из детского садика, смотрели группу. Она понимала, что все детки ходят в садик. Ей интересно было заходить в группу, смотреть. Видела, что мальчик возвращается оттуда веселый. Когда уже пошли сами в садик, ребенок был уже готов, и она скорее ждала, когда он туда пойдет, нежели мы ее туда запихнули и ушли. Поэтому к садику подготовились заранее, и проблемы в основном были только... Вот и сперва, что наоборот, она и хотела дольше оставаться. Потому что изначально в садике по два часа, потом по четыре, потом по шесть. Оставляют ребенка для того, чтобы он привыкал. Как прошел первый год в саду? Первый год в саду прошел спокойно. Она легко влилась в коллектив, быстро привыкла к воспитателям, и особых сложностей не возникало. Ей нравилось ходить, заниматься лепить из пластилина, делать поделки. То есть, играть с детьми все очень нравилось, и проблем не было. Вот ждем, когда начнется сезон второго захода в детский сад. Все ли дети в ее группе так же легко влились в коллектив и привыкли к детскому саду? Ну, не все. Дети, которых родители не подготавливали заранее, очень тяжело вливались, потому что они были впервые, практически оторвались от мамы и были немножко растеряны. К концу года уже практически не было детей, которые со слезами приходили в сад. Все шли с улыбками и достаточно легко и непринужденно себя чувствовали. То есть, вы считаете подготовку к детскому саду необходимым условием для успешной адаптации? Да, чтобы у ребенка не было стресса, когда он приходит в новое место и знакомится с новыми людьми. Я думаю, это необходимо. Спасибо. Галина Павловна, ну вот мой сын тоже в этом году отправляется в первый раз в первый сад. Какие рекомендации вы дадите родителям, как вот нам готовить нашего ребенка к садику и как помочь ему адаптироваться? Ну, первое, что должна помнить семья, это по возможности приблизить режим существования ребенка в семье к режиму детского сада. Нужно вовремя, в то же время завтраком кормить, обедом, дневной сон. Все эти режимные моменты должны быть соблюдены. И даже психологи рекомендуют, например, и меню семейного питания тоже приблизить к меню детского сада. Чтобы не было такого резкого изменения. Вот в детском саду я ем одно, а дома совершенно другое. Потом очень важно, чтобы родители поначалу ребенка отправляли на небольшое количество часов в детский сад. Ну, там на три часа, на четыре часа. И по возможности они бы, родители, принимали участие в таких игровых действиях групповых. Вот дети вышли на прогулки, и тут появляются родители, и немножечко поиграют с ребенком и со всеми детьми в группе. Ну, еще одну рекомендацию можно дать. Можно принести любимую игрушку в детский сад. Это тоже такая, знаете, позитивная эмоциональная ниточка. То есть частичку дома, что-то родное, что-то известное. Галина Павловна, а вот самая распространенная ситуация, и я помню из своего детства, не знаю, Наталья, может быть, вы помните, но не хотелось маму отпускать-то из садика. Ну, не хотелось бы, чтобы она такая травма была, что надо ручкой помахать и остаться здесь одной. Как себя вести родителям? В детский сад надо идти на таком эмоционально положительном настрое. Ой, как интересно! И все время предъявлять интерес, новизну, затейливость. Ты же там встретишься с воспитателями, с своими любимыми друзьями. Поэтому нужно узнать, кто из любимых, кто из детей стал любимым, с кем задружишься. Потом можно принести какую-то микроподелку для ребенка из группы. Это тоже будет, ну, как бы снижать травматизм расставания. В общем, постараться сделать пребывание в саду интересным для ребенка. Содержательным и интересным. Чтобы ему было чем там заняться, чтобы ему хотелось туда вернуться, что-то доделать, какую-то поделку, да, доиграть в какую-то игру. Наталья, а вы помните какие-нибудь свои садовские впечатления? Как вы расставались с родителями? Я легко расставалась с родителями, потому что чувствовала все время лидерство такое. Уводила группу на прогулках собирать божьих коровок в карманы, которые выползали потом на обеде. В общем, творила самые такие... То есть, в общем, занятия находили, вам было там интересно? Я, да, я занималась всем и всеми, и, в общем, мне было не скучно, и поэтому я с большим удовольствием. Вот последний день наших слов, как адаптироваться, просто найти, чем там заняться. Да, снижательные занятия, они всегда снижают вот эту травму эмоциональную. А потом могу вам сказать, что девочке легче адаптируется к новым социальным условиям, чем мальчишке. И это тоже установленный факт. Не только родители должны решать эти проблемы. Наверное, в садике тоже какие-то занятия проводятся для того, чтобы познакомить детишек, и для того, чтобы эта адаптация прошла благополучно и для детей, и для родителей, и для воспитателей. Наш корреспондент побывала в садике и узнала, как проводятся эти занятия. Давайте посмотрим. Это очень интересно. Для родителей, которые впервые приводят ребенка в детский сад, может очень резко встать проблема от родителей малыша. Однако следует помнить, что в каждом садике есть педагоги-психологи, которые помогут ребенку влиться в новую атмосферу и познакомят с воспитателями и сверстниками. Ну, когда ребенок приходит, у нас проходит праздник знакомства с детским садом, в котором участвуют и сами дети, и родители. Праздник знакомства у нас нейтрализованный. То есть мы играем, пляшем, поем. Потом идем знакомимся с группой, с воспитателем. Ребята, давайте приветствуем друг друга, похлопаем себе. Вот как мы похлопали. При поступлении в детский сад все дети испытывают адаптационный стресс. И, конечно, традиционно под адаптацией понимается вхождение, приспособление человека к новому условию. И, как правило, те условия, которые у ребенка были до поступления в детский сад, они, конечно, в корне меняются. То есть ребенок должен безукоризненно соблюдать режим дня. Ребенок ощущает отсутствие близких и родных, то есть их присутствие там не приветствуется. И постоянный контакт со сверстниками. То есть все это вводит ребенка в состояние напряжения. Сложностей бывает очень много, потому что вообще, когда дети приходят в детский сад, идет адаптация. У кого-то из детей проходит быстрее, у кого-то тяжелее, у кого-то легче. Как подготовить? Ну вот здесь, наверное, все-таки нужно остановиться на соблюдении режима дня. Потому что многие дети приходят, и им очень трудно подстроиться под тот режим, который в детском саду. То есть когда вы приходите и подаете документы в детский сад, может быть, нужно спросить, какой режим дня у ребенка будет. То есть чтобы он уже заранее привык к тому. Потому что мы сейчас сталкиваемся с очень такой большой проблемой, когда дети приходят в детский сад, и они просто не спят днем, допустим. А сон в детском саду, как бы это очень важный момент, потому что нервная система ребенка все-таки должна отдыхать. Существует стандартный режим дня, которого рекомендуется придерживаться при подготовке ребенка к садику. В 8 утра подъем, зарядка и завтрак до 9 часов. Затем у малыша есть свободное время. Ближе к полудню нужно погулять, а после прогулки пообедать. В 12-12.30 сон для малышей ясельного возраста. Детки постарше могут лечь чуть позже. Сон составляет 2-2,5 часа. Затем полудник, вечерняя прогулка и ужин. Укладывать спать малыша лучше не позднее 9 часов вечера. Чтобы легче ребенок адаптировался к детскому саду, то, конечно, лучше заранее знакомить его с детским садом, в который пойдет ребенок. Своих родителей, которые живут в этом микрорайоне, я приглашаю в детский сад, на улицу, на площадку, чтобы мама погуляла вместе с ребенком. Ребенок уже начинает привыкать. Он и на спортивной площадке гуляет, и на площадке дети, когда уходят в прогулки, гуляют. Им становится легче привыкать. И общаясь с родителем, говорит, что надо обязательно дома обращать, чтобы у него была своя ложка, своя чашка была, чтобы он сам умел все это держать. Особенно, когда есть такие родители, которые не отучили ребенка от груди, и щекомят грудь, отдали в детский сад, это очень плохо. Рассказываем родителям возрастные особенности детского возраста, даем рекомендации, как себя дать взрослые в период адаптации к детскому саду, то есть какие правила они должны выполнять. Проводим анкетирование, чтобы познакомиться лучше, узнать ребенка. То есть в этой анкете родитель пишет, какие особенности у него, у его ребенка, то есть чем болел, допустим, какие характерологические особенности они хотели бы выделить. То есть все это проводится для того, чтобы лучше узнать ребенка и сформировать свой подход к нему, чтобы ему было комфортно. Ну, конечно, маленькие плакали, было и слез, у нас и криков «хочу к маме» было много всего. Ну, как-то старались к себе приласкать, учитывая, какие хорошие для вас подруги, для вас друзья. С вами будем играть, рисовать, лепить, то есть, ну, все происходило. Ну, так ничего, детки, нормально, сейчас уже детки к нам подходят новые, полегче адаптация проходит. Адаптация – трудный процесс, но волноваться не стоит. При совместном подходе родителей, воспитателей и психологов он пройдет быстро и незаметно. А вашу девушку совсем не захочется уходить домой. Конечно, большая помощь здесь окажет именно психологическое восстановление, потому что есть специальные психологические, которые, в принципе, адаптировать ребенка. Есть просто возможность проконсультироваться в психологических центрах. Что ж, я надеюсь, что наши родители, вооружатели, примут на решение, планируются в детские стадики. Все будет красиво, и у родителей. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе. Вам я желаю, чтобы все было хорошо, ваши слова и условия, чтобы вы были уверены в его решении. Спасибо вам, Галина Пауна. Да, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok